Трагедия рейса 243. Из цикла «Выживаем в любой ситуации». На Гавайях, между Хилла и Гонолулу, выполнял свой регулярный рейс 243 самолет авиакомпании Aloha Airlines. Boeing 737-200, 28 апреля 1988 года, находясь на высоте 7300 метров в результате взрывной декомпрессии самолет получил серьезные повреждения. В аварийном режиме пришлось приземлиться на острове Мауи, в аэропорту Кахулуи. Ранения получили, некоторые серьезные, 65 человек, погибла лишь одна стюардесса Кларабель Ленсинг, что стало самым ужасным событием в этой катастрофе. История полета Этот самолет был сконструирован в 1969 году. 28 марта совершил свой первый пробный полет, а в апреле был доставлен авиакомпанией Aloha Airlines. В период с 1981 по 1983 год его арендовала авиакомпания Air California, а потом возвратила самолет Aloha Airlines. На момент катастрофы ему было 19 лет, и он налетал 35496 часов. Командиром экипажа был 44-летний Роберт Шорнсхаймер, которого друзья звали Боб. Он являлся опытным пилотом, налетавшим 8500 часов. Хорошо знал этот самолет, так как 6700 часов налетал на Боинге 737. 36-летняя Мэдвин Тампкинес, для друзей Мими, была вторым пилотом. Также со значительным опытом полетов на Боингах, 3500 часов из 8000 она налетала на этой модели. В тот роковой день в Гонолулу из международного аэропорта Хила самолет вылетел в 13 часов 25 минут по местному времени. На борту находились 90 пассажиров, а в салоне работали три стюардессы. Экипаж совершил уже три рейса между Мауи и Кауаи, Хила и Гонолулу туда и обратно. Все без происшествий, и в этот раз в ходе предвылетной проверки не было отмечено ничего необычного. Метеорологические прогнозы не предвещали никаких штормов. Самолет совершил абсолютно нормальный взлет и набор высоты до отметки 7300 метров. Пролетев примерно 43 километра, в 13 часов 48 минут, командир почувствовал, как самолет начало наклонять-то влево, то вправо, он потерял управление, а с потолка послышался свистящий звук, и из него вывалились куски серой изоляции. С левой стороны оторвалась часть фузеляжа. От взрывной декомпрессии кабины дверь оторвалась, и капитан увидел голубое небо в образовавшийся проем. На этом кабина не перестала буквально разваливаться на куски. Оторвалась большая часть потолка и сорвала всю верхнюю половину фузеляжа длиной более пяти метров до области переднего крыла. В этот момент самолетом управляла Тампкинес, но командир сразу взял управление на себя, направив самолет к острову Мауи. В то время, когда сорвала фузеляж, в салоне, возле сидений пятого ряда находилась 58-летняя стюардесса Кларабель Ленсинг, для друзей Сибии, которую буквально высосала наружу в образовавшуюся огромную дыру. На момент аварии Ленсинг проработала 37 лет, ее тело так никогда и не было найдено. Многие пассажиры во время разгерметизации были пристегнуты ремнями и получили легкие ранения, но у восьми человек оказались серьезные травмы. 13 минут спустя командиру удалось совершить вынужденную посадку. Сразу после приземления пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов самолета, пострадавших доставили в больницу. Так как на острове оказалось всего две машины скорой помощи, раненых помогали транспортировать механики и сотрудники аэропорта на туристических 15-ти местных автобусах. Расследование аварии Было установлено, что оказалось недостаточным качество технического обслуживания и программ проверок самолета. Осмотры фузеляжа проводились ночью, что затрудняло полноценный контроль. В результате в области заклепок шва фузеляжа возникла многоточечная усталость, и в шве образовалась трещина. Причиной износа фузеляжа могла быть коррозия из-за эксплуатации в соленой среде, так как самолет совершал регулярные и очень короткие рейсы над островами Гавайского архипелага. Самолет разобрали на месте, он не подлежал ремонту, так как был сильно поврежден. Отколовшимися от фузеляжа обломками образовало вмятины и трещины на тех местах, которые до аварии технически были пригодны к эксплуатации. Частями фузеляжа повредила даже обшивку двигателя и кромки обоих крыльев, причем один кусок так и не был найден. Во время допроса пассажиров Гейл Ямамото сообщила следователям, что, садясь в самолет, заметила трещину в фузеляже, но никому об этом не сказала. Остается только удивляться смелости этой женщины, которая отважилась отправиться в полет на поврежденном самолете. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.